МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снова время новостей на нашем телеканале в студии. Олеся Коряк, здравствуйте. Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ордер на арест, выданный на имя бывшего лидера ДПМ Влада Плохотнюка, остается в силе. Сегодня после пяти отложенных заседаний Кишиневский апелляционный суд оставил в силе решение суда сектора Чукана по запросу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Возобновились работы по установке уличного освещения в селе Долту в Калежского района. Проект запущен лидером политической партии ШОР Илоном ШОРом. Коронавирус продолжает уносить жизни. За последние 24 часа 10 человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19. По обновленным данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, с момента начала пандемии в нашей стране скончались уже 385 человек. Также в течение дня было подтверждено 366 новых случаев заражения. Из них 8 в Пренестровском регионе. Всего на сегодняшний день в Молдове подтверждены 11 093 случаи инфицирования коронавирусом. В Минздраве рассказали, что за последние 7 дней число новых случаев инфицирования увеличилось на 25% по сравнению с предыдущей неделей. Число смертей, вызванных осложнениями из-за COVID-19, увеличилось на 2%. С такой инфекцией, как COVID-19, шутить нельзя. Для тех, кто еще не понял, COVID-19 – это очень серьезно. Если позавчера у нас не было ни одного случая ввоза инфекции, то накануне был случай импорта вируса из Италии. При этом ввезенный вирус больше не играет существенной роли в общей картине по коронавирусу. Вчера и позавчера мы прочувствовали на себе последствия празднования Радоницы. Глава Национального агентства общественного здоровья отмечает, что с начала пандемии в Молдове новым типом коронавируса заразились более 600 детей и почти 100 беременных женщин. Фуртуны призвал родителей избегать игровых площадок, поскольку они являются потенциальными источниками инфекции. Дети заболевают и все случаи регистрируются в основном в семьях. Работа детсадов и учебных заведений была приостановлена. Этот показатель на самом деле касается перспективы работы этих учреждений. Во-вторых, он связан с поведением детей. К сожалению, игровые площадки в черте города становятся зоной риска для заражения детей. Фуртуны подчеркнул, что до сих пор в стране не было случаев повторного заболевания и предупредил, что источником заражения могут стать даже те, у кого нет схожих с коронавирусом симптомов. Сегодня мы не можем точно сказать, в какой степени люди без симптомов заболевания являются источником инфекции. Но то, что они являются источником, могу сказать с уверенностью. Это подтверждается тем, что у нас были семьи, в которых люди заразили друг друга внутри семьи без каких-либо клинических признаков заболевания. Глава агентства добавил, что самый высокий риск заражения вирусом остается при посещении рынков, парков, церквей, торговых центров и при поездках на общественном транспорте. В связи с этим власти рекомендуют избегать многолюдных мест и использовать средства индивидуальной защиты. На фоне тревожной статистики Кабмин провел сегодня вечером экстренное заседание. Премьер-министр Омкико еще раз подчеркнул, что работу экономических агентов приостанавливать не будут. Сектор Хорика начнет работать с понедельника с соблюдением строгих правил. В противном случае, по словам премьера, коммерческие подразделения будут закрыты. Начиная с 15 июня, общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах будет функционировать в особом режиме лишь в определенные часы. В выходные он ходить не будет. Кроме того, для госслужащих правительство рекомендует установить специальный режим работы по сменам, либо на удаленном графике. Гражданам настоятельно рекомендуется носить маски в общественных местах. Экономических агентов ждут суровые штрафы, если люди в помещении будут без средств защиты. Министерству внутренних дел предписано контролировать общественные места, чтобы избежать массового скопления людей. Ион Килку добавил, что в ближайшие дни откроют дополнительные помещения, куда смогут попасть пациенты, инфицированные COVID-19. Тем временем в отделении Когульской районы больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, катастрофическая ситуация. Об этом пишет новостной портал zewodias.md. Работники больше не могут выполнять свой долг из-за нехватки персонала. Заявление об увольнении написал и заведующий отделением, где лежат больные с COVID-19. Анатолий Малков говорит, что написал заявление об увольнении по собственной инициативе, уточнив, что отделение, в котором лечат пациентов больных COVID-19, находится в катастрофическом состоянии. Сегодня в этом адаптированном здании все это невозможно организовать. Вернувшись, я попросил директора, созванивался с ним несколько раз, говорил и с другими коллегами, попросил, срочным образом представил им возможные варианты решения этих проблем, что можно небольшими затратами в течение двух часов сделать перестановку нескольких дверей, создать красную и желтую зону, о зеленой мы уже не говорим, потому что создать ее там невозможно. Три дня меня кормят, завтра-завтра-завтра ничего не сделано, двери в палатах, замки не работают, открывается наш, те же персонал ходят, пациенты ходят между персоналом, то есть там полный ужас творится, и я, видя это, я понимаю, что я не могу выполнить свои функциональные обязанности. Представители Министерства здравоохранения, в свою очередь, отметили, что приняли решение по этому вопросу. Мы рассматриваем это заявление как единичный случай, а не как закономерность. На уровне Министерства здравоохранения создана комиссия по оценке и поддержке, которая отправится в Кагул и представит беспристрастную оценку тому, что происходит там. Напомним, ранее премьер-министр Ион Кику заявлял, что в больницах остались считанные места для больных коронавирусом, а представители Минздрава вынуждены были возобновить работу больницы ведомства. Непростая ситуация и в других больницах страны. Представители нескольких медицинских учреждений заявили, что у них больше нет места для госпитализации пациентов с COVID-19. В Управлении здравоохранения Гагаузии рассказали 5 мая в отделениях инфекционных болезней районных больниц Камрата и Чудерлунги все места были заняты, об этом пишет портал nokta.md. В инфекционном отделении больницы Чудерлунги в настоящее время находится 39 пациентов, у 36 из них диагностирован коронавирус. В Камрате из 55 пациентов 47 также инфицированы COVID-19. Хуже всего ситуация обстоит в Тараклии. Там в районной больнице некоторые пациенты лежат в коридорах. Об этом сообщил несколько дней назад портал tuk.md, который в свою очередь сослался на слова директора учреждения Валерия Желева. Представители Минздрава сообщили, что в случае, если не будет хватать койко-мест в больницах на юге Молдовы, где сейчас сложная ситуация с размещением пациентов с коронавирусом, то новых заболевших из этих районов перенаправят в больницы центральных районов страны, туда, где есть свободные места. Об этом на пресс-конференции рассказала глава управления политик в области госпитальной помощи Светлана Лупу. Между тем, после введения в Молдове послабления карантинных мер власти не смогли должным образом управлять дальнейшим развитием пандемии. Поэтому теперь ежедневно регистрируется рекордное количество заражений. Так считает евродепутат от Румынии Зигфрид Муришан. На заседании парламентского комитета по ассоциации ЕС Молдова чиновник выразил обеспокоенность по поводу большого количества случаев COVID-19 в республике. На ситуацию в Молдове также обратила внимание и британская общенациональная телерадиообещательная организация BBC. В статье, опубликованной 11 июня, говорится, что некоторые государства, в том числе и Молдова, слишком рано отказались от карантинных мер, хотя на кону жизни людей. Положение дел в Молдове, связанное с распространением COVID-19 и с тем, как власти управляют ситуацией, все чаще попадает в поле зрения СМИ разных стран. Так, евродепутат Зигфрид Муришан в социальных сетях написал, что в среду на заседании парламентского комитета по ассоциации ЕС Молдова было передано четкое сообщение депутатам об управлении кризисом, связанным с коронавирусом и поддержке со стороны сообщества. В ходе встречи я выразил обеспокоенность по поводу большого количества случаев COVID-19, которые ежедневно регистрируются в Республике Молдова. Одновременно с введенными послаблениями власти не смогли должным образом управлять эволюцией пандемии, и теперь ежедневно регистрируется рекордное количество заражений. Поэтому я сообщил парламентариям Республики Молдова, что меры раннего послабления являются рискованными, пока количество случаев заражения значительно не уменьшится. Послабление необходимо вводить осторожно, шаг за шагом и параллельно с другими защитными мерами, написал евродепутат. Зигфрид Мурешан также отметил, что Европейский Союз готов оказать помощь Республике Молдова, а все, что нужно сделать официальному Кишиневу, это всего лишь обратиться за ней. Советник премьер-министра по связям с общественностью Виталий Драганча не ответил на наш звонок, чтобы прокомментировать заявление депутата Европарламента. Между тем, зарубежная пресса следит за ситуацией в нашей стране, связанной с пандемией COVID-19. По данным БВС, некоторые государства, в том числе и Молдова, слишком рано отказались от карантинных мер, поставив на карту человеческие жизни. Наша республика была упомянута в числе таких стран, как США, Южная Корея, Пакистан и Северная Македония, где количество заражений начало расти после ослабления карантинных мер, говорится в статье. Журналисты процитировали и премьер-министра Молдовы Иона Кику, который опубликовал несколько дней назад сообщения в соцсетях, в котором дал понять, что у правительства недостаточно ресурсов для продолжения поддержки населения и бизнеса в карантинных условиях. Напомним, что несколько дней назад и европейский информационный телеканал Евроньюз выпустил сюжет под названием «Рекордный рост заражений в Молдове». В нем говорится, что эпидемиологи из недели в неделю бьют тревогу, а власти продолжают ослабление карантинных мер. На видеокадрах было показано большое количество людей на центральном рынке, а также загорающие на пляже целыми семьями жители Молдовы. Итак, начиная с 12 июня, все детские спортивные и фитнес-площадки, расположенные в столичных зеленых зонах, общественных местах и дворах, многоквартирных домов, закрыты для посещения и опечатаны. Это связано с тем, что они представляют повышенный риск заражения коронавирусом нового типа. Несмотря на это предупреждение, наша съемочная группа застала нескольких мам, которые вышли на прогулку с малышами вместо отдыха, полностью проигнорировав ограничительные меры и социальную дистанцию. Несмотря на предупреждение городских властей о том, что детские площадки могут быть источниками инфекции, не все родители осознают опасность. А зоны отдыха продолжают оставаться популярным местом времяпрепровождения. Некоторые родители отказались от общения с нашей съемочной группой, другие выразили недовольство решением властей снова закрыть игровые площадки. Невозможно все время сидеть с ребенком дома. Он плохо ест, плохо спит, устаешь сильно. Ситуация осложняется из-за того, что не все верят в вирус. И это при том, что сотни людей ежедневно заражаются COVID-19. Растет и число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом. Людей так напугали, что не знаешь, что и думать. Вообще не обращаю внимания на этот коронавирус. Детские площадки были закрыты и раньше, в период чрезвычайного положения, начиная с 16 марта. Согласно статистике, 628 детей в нашей стране заражены коронавирусом нового типа. 54 из них – это малыши в возрасте до одного года. Минздрав предупреждает, что в последнее время в обществе распространяется ложная информация о том, что дети не подвержены риску заражения COVID-19. И о ситуации в мире. В США на фоне ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, отмечен новый разоболеваемости. Негативная динамика наблюдается в 21 штате. В техасских больницах рекордное число инфицированных. В американском правительстве предупредили, что массовые протесты, проходящие сейчас на всей территории страны, также могут привести к росту числа случаев заболевания COVID-19. По данным Университета Джонса Хопнинса, число зараженных в США превысило 2 млн 23 тыс. человек. Количество подтвержденных случаев в Бразилии – более 800 тыс. Россия в этом списке на третьем месте – это свыше 500 тыс. инфицированных. Экономические последствия пандемии коронавируса могут ввергнуть в крайнюю нищету еще 395 млн человек в мире. Таким образом, общее число людей, живущих менее чем на 2 доллара в день, грозит перевалить за 1 млрд. Такие прогнозы содержатся в исследовании, опубликованном Университетом Организации Объединенных Наций. Авторы считают, что перспективы беднейших стран мира будут крайне безрадостными, если правительства не предпримут дополнительных мер уже в ближайшее время. В Индии за последние сутки зафиксированы почти 10 тысяч новых случаев заражения. Больницы Мумбаи и Нью-Дели перегружены. Индийские ученые считают, что, несмотря на большую территорию, распространено заболевание в стране низкое. В небольших округах ее показатели не превышают 1%. Согласно некоторым прогнозам, пик заболеваемости в Индии наступит в конце июля. Активисты Бразилии вырыли 100 символических могил на знаменитом пляже Капакабана в Рио-де-Жанейро. Таким способом они выразили протест против действий правительства во время пандемии COVID-19, которая уже унесла свыше 40 тысяч жизней в стране. Над стилизованными могилами установили черные кресты с бразильскими флагами. В материковом Китае за последние сутки зарегистрировано всего 8 новых случаев активного протекания заболеваний, вызванных коронавирусом. Шесть завезены в страну, один больной выявлен в Пекине. Смертельных исходов за сутки в Поднебесной нет. Один из самых больших фонтанов в мире, достопримечательность швейцарской Женевы, фонтан Жидо, вновь действует после карантина. Из-за эпидемии коронавируса его работу остановили 20 марта. С 6 июня, когда в Швейцарии начал действовать третий этап снятия ограничений, докарантинный уклад жизни практически полностью восстановился. Власти Тверской области приняли решение отменить в этом году фестиваль «Нашествие». Они объяснили это тем, что не хотели бы, чтобы трехдневное музыкальное мероприятие добавило проблем жителям региона. Фестиваль, предположительно, пройдет в июле 2021 года. Билеты до тех пор останутся действительными. Еврокомиссия определила пятерку стран, из которых будет разрешен въезд в Европейский союз на первом этапе смягчения ограничений. Это Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия. В дальнейшем список стран, граждане которых смогут совершать необязательные и туристические поездки в ЕС, предлагается регулярно пересматривать в соответствии с эпидемиологическими данными. И в продолжение темы. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Сообщается, что она чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована у других членов семьи, чтобы не подвергать их жизни опасности. Результаты теста на COVID-19 самого украинского лидера и детей дали отрицательные результаты. Об этом рассказали в пресс-службе Офиса главы государства. Ранее Владимир Зеленский заявлял о желании самому заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что это не чума. Напомним, Национальная полиция Украины составила протокол об административном нарушении в отношении президента Владимира Зеленского за посещение во время карантина кафе в городе Хмельницком. Штрафные санкции в этом случае составляют от 600 до 1200 евро. Президент признался в нарушении и сообщил о готовности оплатить штраф. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ордер на арест Влада Плохотнюка. После пяти отложенных заседаний судьи сегодня приняли решение отклонить апелляцию адвокатов бывшего лидера ДПМ, которые требовали аннулирования ордера, оставив таким образом в силе решение первой инстанции. Согласно закону, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам должна направить властям Соединенных Штатов все материалы, касающиеся дела Владимира Плохотнюка с целью его дальнейшей экстрадиции. Адвокаты бывшего лидера ДПМ утверждают, что решение было принято в спешке. Очень странная спешка, с которой было рассмотрено сегодня это дело. У нас было много запросов. Мы старались реализовать свое право на защиту, чтобы иметь право на справедливое судебное разбирательство, равенство сторон и право на эффективное средство правовой защиты. Но все наши запросы были отклонены. Отметим, после пяти переносов слушаний Генеральная прокуратура в пресс-релизе публично выразила обеспокоенность по поводу продолжительных отсрочек, допущенных судьями Кишиневской апелляционной палаты при рассмотрении апелляции адвокатов бывшего лидера ДПМ. В инстанции ответили, что все было проведено с соблюдением процессуального кодекса. Напомним, 22 мая Кишиневский суд сектора Чикана выдал ордер на арест на 30 суток на имя Влада Плохотнюка. В октябре прошлого года также был выдан первый ордер, после чего бывшего лидера демократов объявили в международный розыск. Добавим, генеральный прокурор Александр Стейногла заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда является Влад Плохотнюк. В Молдове политик проходит обвиняемым по трем статьям создание организованной преступной группировки, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Сам Влад Плохотнюк не отреагировал на выднутые против него обвинения, однако его адвокат Лучан Рогак заявил, что обвинения не обоснованы, а дело носит политический характер. Еще три местных советников демократической партии из коммуны Крестешты Неспаренского района покинули политформирование. Они заявляют, что ДПМ больше не представляет интересы избирателя и не выполняет обещания, данные гражданам. Местные избранники решили присоединиться к команде политической партии ШОР, которую они считают единственным политформированием, способным предпринять конкретные действия для улучшения жизни людей. Виктор Присакару, Ион Весторовский и Валерию Присакару считают, что руководство ДПМ отдалилось от граждан и своих однопартийцев, и что выполнение предвыборной программы и обещаний, данных избирателям, перестало быть для Демпартии приоритетом. Именно поэтому трое советников из Крестешт, представлявших половину фракции ДПМ в местном совете населенного пункта, объявили, что не могут продолжать работу в прежней команде и присоединяются к политической партии ШОР, которая, по их мнению, решает проблемы граждан. «Официально заявляю о том, что выхожу из рядов Демократической партии Республики Молдова и присоединяюсь к политической партии ШОР, так как это единственная команда, которая способна изменить ситуацию к лучшему в Республике Молдова. Предлагаю в первую очередь реализовать наши предвыборные программы на благо людей в населенных пунктах, которые доверили нам свои голоса», говорится в заявлениях, подписанных советниками из Крестешт. В беседе с нашим корреспондентом почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков сказал, что те, кто уходят, вероятно, получают за это вознаграждение. Однако сами местные советники это отрицают. Напомним, за последние несколько месяцев многие примары и местные советники покинули ПСРМ и ДПМ, выразив недовольство действиями центральных властей и партийного руководства. Они примкнули к партии ШОР, заявив, что это единственное политформирование, выполняющее предвыборные обещания. Продолжаем выпуск. Все недостроенные здания на территории гимназии имени Дойны Иона Алдзя Теодорович в Аргееве будут снесены. Проект решения по этому вопросу был принят на заседание Аргеевского муниципального совета. Инициативу поддержали все 23 советника. По словам представителей городских властей, поводом для такого решения стали январские события, когда в подвале недостроенного дома был убит 12-летний подросток. Муниципальные советники Аргеева приняли решение, что все недостроенные здания на территории гимназии в секторе Лупайка, где работы были приостановлены на долгие годы, подлежат сносу. Позже будет принято решение о том, что можно в дальнейшем построить на этом участке земли. Решение, принятое советниками Аргеева, касается сноса недостроенных объектов на территории гимназии имени Дойны и Иона Алдзя Теодорович. Это незавершенные конструкции. Мы учли то, что произошло зимой в Аргееве. На заседании члены городского совета также проголосовали за проект решения строительства траурного зала около центрального кладбища города. Здесь жители смогут прощаться с умершими. По словам местной власти, в Аргееве никогда ранее не было подобного ритуального помещения. Скоро и на улицах села Долту Фалежского района зажгутся фонари. После вынужденного перерыва, связанного с пандемией, возобновились работы по внедрению проекта уличного освещения в этом населенном пункте. Новость особенно обрадовала местных жителей, которые с нетерпением ждут, когда по селу станет безопасно ходить и в ночное время суток. Проект внедряется командой политической партии ШОР по инициативе председателя формирования Илона ШОРа. После того, как в селе Ишкалы у Фалежского района был реализован проект уличного освещения, инициированный лидером партии ШОР Илоном ШОРом, свет загорится и на улицах села Долту, входящего в состав той же коммуны. Согласно проекту, проведут более 14 километров электросети, установят около 500 светодиодных ламп, модернизируют и 5 трансформаторных подстанций. Умная система автоматики обеспечит включение и выключение света в определенные часы. Ответственные лица обещают, что работы будут завершены уже через 6 недель. Местные жители обрадовались тому, что дороги в селе больше не будут погружаться во мрак в ночное время суток. Был когда-то около 30 лет назад свет. Был, но потом долгое время не было освещения, и это плохо. Даже если немножко задержался в поле и идешь за ведром воды, и ты не видишь уже, куда ты идешь, как это может радовать. Когда появится свет, мы будем радоваться. Я думаю, что в полнейшей тьме тяжело всему народу, и было бы очень хорошо, если бы этот проект был реализован. Я полагаю, это будет большая радость для всех. Мы этого ждали, изменений к лучшему. Все село не видно, но если Бог даст, и нам проведут свет. Это будет прекрасно. Согласно пресс-релизу политической партии Шор, по этому случаю депутат Илон Шор, инициатор проекта, отметил, что установка уличного освещения стала началом больших перемен в населенном пункте. Эта коммунна стала одной из первых, где мы начали масштабные преобразования, которые продолжили по всей стране. Мы действуем по примеру Аргеева, где решали проблемы людей одну за другой. Заявил Илон Шор, подчеркнув, что команда партии Шор шаг за шагом возрождает села Молдовы. Вице-председатель партии Шор Виталий Болинский отметил, что село Долту является частью амбициозного проекта, реализованного политформированием, который предусматривает установку уличного освещения почти в ста населенных пунктах в этом году. «Это проект политической партии Шор, проект нашего председателя Илона Шора. Мы в этом году намерены осветить около ста населенных пунктов по всей стране, где представители от политической партии Шор управляют населенными пунктами, где есть наши примары». Примар коммунный Ишкалео Галина Мунтяну, избранная от партии Шор, заявила, что реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке команды Илона Шора. «Благодарим партию Шор и Илона Шора за этот прекрасный проект. Команда хорошая, я работаю с ними полгода, они всегда меня поддерживают, помогают мне». Общая протяженность электросетей в трех селах Камуны и Ишкалео, Бургелия и Долту составит более 30 километров. Светить там будут около тысячи фонарей, модернизируют 10 трансформаторов. Напомним, в настоящее время ведутся работы по установке уличного освещения в ряде населенных пунктов страны и Аргеевского района. До конца года партия Шор намерена завершить подобные проекты во всех 74 селах и коммунных районах, которыми руководят представители партии. Масштабный проект уличного освещения командоформирования также реализует и в Тараклии в населенном пункте, где примаром был избран представитель партии Шор. Ну и о духовной пище не стоит забывать даже в период пандемии. С сегодняшнего дня, три вечера подряд, в Старичном Национальном театре Михаил Минеску у публики представят три уникальных спектакля. Ну а так как театры в этот период закрыты для посетителей, администрация решила транслировать постановки в режиме онлайн. Начало в шесть вечера. Онлайн-трансляцию начнет спектакль «The Lucky Strike» Рика Кливленда в постановке Виталия Дручика. По сценарию, привязанный к стулу человек с капюшоном на голове, рассказывает анекдоты своим учителям, которые ждут от своего шефа из Чикаго разрешения казнить осужденного. Анекдоты чередуются с воспоминаниями. В спектакле играют актеры Нику Сувейко, Александр Плешко и Геннадий Гылко. В субботу 13 июня в шесть вечера в театре будет транслироваться спектакль «В открытом море словомиром Рожика» режиссер Петр Ходырка. В постановке Национального театра Михаея Менеску в сотрудничестве с посольством Польши в Молдове в спектакле примут участие актеры Анатол Дурбалы, Эмиль Гажу, Петр Ойстрик и Валентин Зорила. В воскресенье 14 июня театр предложит зрителям онлайн-спектакль «Вишневый сад» Антона Чехова в постановке Александра Козуба. Пьеса, которую сам Чехов считал комедией, Станиславской трагедией, а на премьерной афише в 1904 году была написана драма, поставлена по замыслу режиссера Александра Козуба трагикомедией. Это спектакль о любви, о смысле жизни и свободе. Три поколения эгоцентричные, наивные, расточительные и игривые не слушают друг друга и не хотят этого. Их объединяет только сад. И скорее воспоминания с ним связаны. В спектакле можно будет посмотреть на социальной странице Фейсбуке и на официальном сайте Театра Михае Менеску. Напомним, что в четверг солисты Национального театра оперы и балета Мария Биешу исполнили ряд музыкальных произведений. Романсы, арии и знаменитые дуэты в столичном органном зале. Концерт, в который вошли произведения Вольфганга, Амадея Моцарта, Джака Мопучини, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Луиджи Кирубини, любители классической музыки, также смогли просмотреть только в онлайн-трансляции. Таким был этот день. Далее вас ждет еще прогноз погоды на субботу. Я, Жаля Сикаряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго. Берегите себя. И до встречи в эфире. В субботу в Молдове снова прогнозируют ливневые дожди с грозами. При этом в Кишиневе и Бельцах ожидается 29 градусов тепла, в Бричанах до плюс 27. В Сороках до плюс 30. Во Флорештах и Леушенах 29 градусов тепла. Плюс 29 ожидается в Аргееве и Дубосарах, в Унгенах на градус ниже. Одинаковая температура плюс 28 и дожди вероятны в Террасполе, Камрате и Кагуле. Далее о погоде за рубежом. В Бухаресте вероятны кратковременные осадки и плюс 26 градусов. В Киеве вероятны ливневые дожди плюс 29, а вот в российской столице воздух прогреется всего до плюс 17. В Лондоне плюс 23 и осадки. В Мадриде такая же температура, но лишь пасмурно. В Париже на градус меньше и также вероятны дожди. Плюс 25 и обещают дожди в Мадриде. Также вероятны осадки на плюс 30 в Берлине. В Афинах ясное небо и плюс 29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова